Доброе утро! Нам порой бывает очень любопытно, что готовят на своих кухнях другие люди. Как тут не вспомнить волшебный горшочек из сказки Андерсона? А разве не интересно, что они читают? Какие книги берут в библиотеках? К некоторым из этих книг мы приглядимся чуть внимательнее. За мной, читатель! Авантюрный роман «Наследник из Калькутты» был бестселлером в Советском Союзе в конце 50-х годов и позже. Граждане, которые взахлеб зачитывались этим произведением с именем Штильмарк на обложке, наверное, и не задумывались, что этот объемный том, от которого просто не оторваться, написан не неким зарубежным автором, а наоборот советским зэком Робертом Александровичем Штильмарком. Ему за менее тяжелую загрузку написание романа была предложена более легкая работа. Сложно-сплетенная композиция, масса персонажей, а среди них – пираты, наследник, тот самый из Калькутты, середина 18 века, география по всей Европе, а еще по Африке и Северной Америке, плюс необитаемый остров. Будете читать про все эти экзотические перипетии героев, вспомните, в каких условиях, где-то между Салехардом и Игаркой, автор их создавал, проживая вторую жизнь вместе со своими далекими и вымышленными персонажами. Петербургские книгачи, как выясняется, предпочитают коротать хмурые осенние деньки не только за приключенческими романами, но и за мелодраматическими. Секрет успеха этой повести в главном герое, даже если он никогда в жизни не слышал про Салехард. Увы мужчина 59 лет, он интроверт, мизантроп и просто зануда. Неплохой набор, согласитесь, для общения с окружающими. Он считает бездельниками и подлецами не только людей, но и котов. Полгода назад Увы потерял жену, а в этот понедельник его отправили на пенсию. И вот, прилаживая дюбель для крюка в потолке, Увы слышит, как его таунхаус таранит старенький автомобиль. С появлением новых соседей многодетной семьи меняется жизнь Увы. Суицидальные мысли сменяются новой жизнеутверждающей философией, он превращается в пилом тропа. В сущности, как мы знаем из русской литературной традиции, повесть эта о маленьком человеке, открывшем себе большие глубины. Обложка винтажная, тексты не стареющие. Естественно, петербуржцы приходят в библиотеки и за классику. Это даже не удивляет. Куприн Александр Иванович. Собрание сочинений. Том 3. По сути, это коллекция рассказов писателя за 1906-1913 годы. Это похоже на сборник литературных хитов, созданных в самых разных жанрах и на самые разнообразные сюжеты. А в этом знаменитый гатчинец был великим мастером. Кстати, из тех, кто в разное время жил в Гатчине, известностью с Александром Ивановичем может сравниться ради что Павел Петрович. Первый. Мне особенно нравится смешной и немного грустный рассказ Куприна «Как я был актером». Герой застревает в маленьком городишке без копейки. И чтобы как-то прожить в ожидании денежного перевода, поступает на службу в местный глубоко провинциальный театр. Рассказ уверен понравится тем, кто любит театр. И тем, кто его не любит тоже. И напоследок гастрономическая цитата из того же рассказа. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, который висел у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. С тех пор, как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал честное подвешивать на веревочку. Александр Куприн «Как я был актером». А с вами был Михаил Спичка. Читайте со вкусом.